Кого там не было, как бы дальше. Вот. Соответственно, всем привет. Сегодня мы опять разговариваем с Ви Бихманом, который будет смотреть на нас, а не в экран своего телефона. И будем с ним разговаривать о его новой учёбе на страшных курсах, с которых он постоянно пустит какие-то страшные фотографии с какой-то биохимией, ещё какими-то непонятными вещами. Вот. И говорить мы будем о диетах. О том, зачем люди жрут в голове, потому что, наверное, с этого всё начинается. Ну и всяком другом, что с этим, в общем-то, непосредственно связано. Хочу начать с себя, как с человека, который противоречит всем этим теориям. А потом ты скажешь, собственно говоря, где пробой, почему это так не работает. Окей. То есть я, как бы, девушка 43-х лет от родов, которая, ну так, прямо скажем, не выглядит на этот возраст. Я специально сейчас вообще не красилась ничего. То есть там нет ничего, кроме крема, ну, который просто для вложения кожи, который я положила на лицо с утра, и всё, на этом заканчивается. То есть есть вот я, не грамма косметики. Ну, как бы у меня сейчас светло, пять часов вечера, поэтому вот естественный свет, какой есть, такой есть. А ты меня видел физически в сентябре месяце, ты плюс-минус, наверное, помнишь, как я тогда выглядела. А теперь, внимание, первый раз в жизни на камеру. Так. То есть как бы, ну, можно, в принципе, почувствовать разницу. Да, да. Однозначно. Так, откровенно, да? То есть стоять в нем весе... Килограмм 20. 20 килограмм экзекции. Я похудела с ноября месяца на 20 килограмм. Как это случилось? Во-первых, я в конце октября сдала анализ крови на продукты. Да? То есть есть такой странный анализ крови на продукты, который 4 недели делается, а потом показывает, какие продукты я могу есть. Оно мне показало, что я не могу есть любую молочку, из чего бы она ни была, коза, овца, неважно все что, я не могу вообще есть никакую муку. Та же фигня, неважно, из чего и так далее. Причем я могу отдельно есть там кукурузу и так далее, но вот именно в виде муки я не могу. Я, честно говоря, не очень помню почему. Ну, вот почему-то не могу я есть муку никакую. И я не могу есть яичный куриный белок. Все. Все остальное... Это удивительно. Вот с белком это удивительно. Да. И причем, ну, как бы, непонятно. Эти все продукты не находятся в стоп-листе. Это находится, типа, как нежелательно. Да. А теперь, как я ела до этого, в общем-то, все эти годы. Я нормально... Я не ем вермишель, макароны, тортики. Вот это все как бы мучное. Я не люблю и так. То есть, судя по всему, я чувствовала на каком-то этапе, что оно как бы мне не нужно. Конечно, иногда я это ем. Но это, знаешь, там, раз когда-нибудь. Я не ем конфеты, ну, вот такого всего. То есть, я это не ем физически. И я начала чувствовать, что молочка мне не идет сама по себе. То есть, я поэтому, в общем-то, этот анализ создавала, чтобы убедиться в том, как бы мне кажется или мне это не кажется. В итоге, знаешь, как только я получила анализ этого теста, я поехала на круиз. А круиз, как ты понимаешь, это 24 часа в сутки, у тебя работает какая-то еда, как бы там все нормально. Вот. Но я же девушка с силой воли. И я к этому моменту решила совместить вот это вот то, что мне типа нельзя есть, и интервальное питание. То есть, я ела два раза в сутки. Завтра как бы в 10 часов вечера, и в 6 часов вечера я ела как бы какую-то другую еду. Причем, конечно, на круизе я пробовала и пирожные всякие, из легкой муки, еще там какую-то фигню. Но оно все равно было приурочено как бы к двухразовому питанию плюс-минус. В итоге, когда я вернулась, я похудела, наверное, за круиз. Я, наверное, единственный человек в мире, который вообще способен похудеть во время круиза. Но мне это удалось. Я что-то похудела, килограмм, наверное, на 5. И дальше как бы оно вот так вот и пошло. То есть, я продолжала есть два раза в день. За какой период? 5 килограмм, за какой период? Ну, за месяц, остальное где-то. Ну, да. Я продолжала есть два раза в день. И пока я не приехала на Матэеву, потому что здесь я начала понимать, что я на каком-то этапе, я не то, что голодная, не голодная, но я начинаю терять сознание просто. То есть, у меня начинает упадок силы, такой детюсок. Типа глигемия. Да, и я взяла в свою как бы вот еду перекус фруктовый. И с тех пор все наладилось. То есть, я вот реально в обед ем пол яблока, там, я не знаю, 6 клубник или что-то вот в таком роде. Мой организм считается, он поел и прекрасно себя чувствует. Ну, и вот в итоге всего этого мероприятия похудела как бы на текущий период времени, на 20 килограмм. Я сегодня на самом деле думала, что я же буду наконец весить 69 с чем-то, но мой подлый организм наоборот подкинул мне килограмм назад. То есть, у меня с ним иногда такая странная игра, то есть, я как бы худею, худею, худею. Потом я худею на какое-то там, ну вот, допустим, на килограмм похудела, а потом недели две-три находимся с ним в балансе. То есть, то он килограмм назад сбрасывает, то опять добавляет, причем ничего у меня вообще в режиме питания не меняется. Это ожидаемая схема. Оно вот как бы туда-сюда прыгает, потом оно хоп, ну как бы уже отбрасывается как бы еще дальше, и мы потом в следующем килограмме начинаем танцевать вот этот вот странный танец по сбросу как бы веса. И как бы, ну вот, то есть, все я хорошо ем правильно, конечно, я ем все жареное, да, потому что я не люблю вареные всякие такие вещи. Я ем иногда все-таки сыры, ну и как бы соевый йогурт, да, но сыры я физически ем. Я иногда ем сливочное масло, которое тоже молочко, которое типа мне нельзя. То есть я вот все равно ем всю вот эту еду, которую, в общем-то, я есть типа как не могу, но тем не менее, как бы у меня начинает вес сходить. И теперь самое интересное, я правда не знаю, зачем я дала папе подписаться на мой канал, вот, но во всех диетических вот историях, я тоже, кстати, про это говорила в прошлый раз, речь идет о том, что нельзя бухать, да, вот, если бухаешь, ты не худеешь. Так вот, все эти полгода я, ну, ты понял. Тяжелое алкоголь или вино? А? Тяжелое алкоголь или вино? Вино? Ну, окей. Поговорим про это. То есть алкоголь я не пью, ну, в принципе, то есть в последнее время я опять начала пить коньяк, но исключительно из-за обожжения того, что его я бутылку в день все-таки выпить не могу. То есть там вот 100 грамм как бы и нормально. Вот. То есть вот почему у меня вот так все странно? Вот расскажи мне. Окей. Ну, во-первых, давай поговорим о слове диета. Само это слово я жутко не люблю. Не люблю понятия диета, не люблю всякие диеты. И почему? Потому что диета – это вещь нерабочая. Нет ни одной диеты, которая на самом деле работает, потому что если бы была такая диета, то была бы зарегистрирована одна. У нас в мире сегодня зарегистрировано порядка 100 тысяч диет зарегистрированных. То есть понятно, что если есть самый лучший путь и этих самых лучших путей 100 тысяч, то, естественно, самого лучшего пути нет. То есть диета всегда дает откат. Чем жестче диета, тем жестче откат. Поэтому я считаю, что у меня нет никакой диеты. Я реально ем то, что мне нравится, условно, как мне нравится, у меня нет никакого чувства голода. То есть у меня все прекрасно. Да, то есть мы… Наш вес, он у нас в голове. Поэтому мы должны питаться, как стройные люди. Мы должны питаться, мы не должны сидеть на диете. Кроме того, любая диета подразумевает в себе исключение какого-нибудь компонента, который важен. Нам важны все компоненты питания. Белки, жиры, углеводы, микронутриенты, макронутриенты. Нет ни одного компонента питания, которое мы можем вдруг взять и исключить. Вот сейчас, например, очень модная кето-диета, когда люди жрут жир. Кето-диета – это абсолютно медицинская вещь. Кето-диета была создана для больных эпилепсией. То есть, естественно, она должна проводиться под строгим медицинским контролем. Потому что состояние кетоза – оно состояние вредное для организма. Как минимум, потому что человек, который входит наконец-то в этот желаемый кетоз, что очень тяжело на самом деле, как только он в него входит, он начинает пахнуть аммиаком. У него пот пахнет аммиаком. Все его испражнения пахнут аммиаком. И это прямой путь в реабилитацию. То есть, это вредная вещь. И любая диета – это так. Кремлевская диета, палео-диета. Люди едят только белок. Организму нужен и углеводы. И углеводов нужно больше, чем белка. То есть, примерно 40-50% нашего питания должно состоять из углеводов, не из белка. И теперь, естественно, что любое питание – оно очень индивидуально. Вот на твоем примере, например, у тебя неприятие лактозы, молока. У меня тоже. Вот я сейчас делал генетический анализ, над которым ты посмеялась немножко. Там у меня оказалось неприятие лактозы на генетическом уровне. И я знаю, что как только я ем молочку, у меня начинается насморк, начинается отечность. То есть, есть такие люди. Кроме того, лактоза – это сахар. То есть, как только ты исключила у себя молочку, которая тебе неприемлема для организма, ты исключила большую часть сахара, поэтому пошел процесс похудения. Еще раз, я ее не исключала. Я просто ее ограничила. Ограничила, да. Масло, которое ты все-таки ешь, несмотря на то, что это молочка. Масло – это не совсем молочка, это жир. Наш организм все-таки воспринимает масло немножко по-другому. Поэтому я его ем. Как раз из-за того, что это жир. Да, потому что нам, любому человеку, нужно как минимум… Не как минимум, а, допустим, что это норма – грамм жира на килограмм веса. И 50% из этого жира должны быть растительные, 50% – животные. Если у нас не будет этого жира, то мальчики перестанут быть мальчиками, а у девочек закончится цикл. Очень просто. Какая страшная история? Да, все эти фитоняшки, которые сидят на сухих диетах перед соревнованиями, у них нет цикла. Это не секрет ни для кого. То есть, как только жир падает примерно до 12% в организме в теле у девочек, у них заканчивается цикл. Как только жир падает где-то на 7% в организме у мальчиков, у них заканчивается репродуктивная функция. Вот так вот. И с этим ничего не поделаешь. То есть худые мальчики не размножаются? Не худые, сухие. Сухие. Да, то есть худые. Я тоже сейчас относительно худые, но у меня, слава богу, есть дети. Я всегда был очень худой. Сухие, у которых нет подкожного и висторального жира. Жир, он нам нужен для красоты и для репродукции. Кто мог подумать, что нам жир нужен для репродукции. Да, поэтому для мальчиков три яйца в день – это вот прям очень желательная норма. С желтком. А какое отношение яйца имеют к жиру? Яйца – это белок. Желток. То есть мальчики должны есть три желтка в день? Утром яичница или вареные яйца – это просто маст обязательно. Сыр, яйца – это обязательно. Ну, видишь, мне, например, нельзя ни то, ни другое. О, тебе нельзя ни то, ни другое. Тебе нельзя, смотри, у тебя в яйцах нельзя белок. Да. Белок. Желток можно? Можно. Сыр ты иногда ешь. Есть еще рыбий жир, омега, жиростворимые кислоты. Ну, это таблеточки, как бы я иногда их подъедаю. Ну, да, два грамма в день эпо и депо. То есть надо смотреть не на массу таблетки, а смотреть на сколько там составляет кислота. Вот эти жиростворимые кислоты. То есть до двух грамм в день таблетками – это нормально. Ну, и мы получаем жиры еще из других продуктов, из мяса, из… Во многих вещах есть жиры. Ну, мясо. Так, теперь вторая вещь. Что ты спросила? А, почему ты застреваешь постоянно на весе? Опять же, вес, он у нас в голове. Организм, он выстраивает себе какой-то вес, который ему нужен. И с этим ты никак не можешь бороться. Вообще. Никакими диетами, никаким спортом. Вот твой организм решил, что его нормальный вес – это 69 килограмм. Это уже происходит на гормональном уровне. Это не калории. Вообще, вот это вот подсчет калорий, он… я его очень люблю, потому что я математик, но на самом деле он немного странный. Потому что… Что такое калория? Калория – это та энергия, которая нужна, чтобы нагреть один кубический сантиметр воды на один градус. Это калория. Да? То есть в килограмме дров есть тысяча калорий. Скажем, я не знаю, сколько есть, но допустим, что есть там тысяча калорий. Если я съем килограмм дров, то я не получу тот нужный мне калораж, который я получу от другой еды, в которой есть тысяча калорий. Это только покажет показатель моего низкого IQ. Нормальные люди дрова не едят. То есть есть разница. Поэтому мы взяли вот как за какую-то норму отсчета вот этот калораж. Это просто отсчет. К нашему организму на самом деле особого отношения он не имеет. То есть удобно пользоваться какой-то единицей. Вот взяли единицу калорий. Калории тоже бывают разные. Абсолютно разные. Понятно, что в конфете, в которой есть, скажем, не знаю, сколько, буду просто скидать цифры, 100 калорий и в яйце есть 30 калорий, то понятно, что 3 яйца для организма лучше, чем 1 конфета. Я тоже объясню, почему. То есть калории, они не одинаковые. В грамме жира есть 9 калорий, примерно 9,1. В грамме белка примерно 4 калории. Понятно, что организм берет разные вещи из грамма жира и из грамма белка. То есть калораж, он не всегда отражает правду. Есть еще и качество калорий, качество питания. Поэтому важно не только получать те калории, которые им нужны, а правильно их распределять между нутриентами, между составляющими. Теперь, как мы считаем вообще эти калории? Мы знаем, что когда человек ничего не делает, просто лежит на диване, его организм тоже потребляет энергию. Он живет, он дышит, происходят какие-то процессы внутри. и это забирает примерно одну калорию на килограмм веса в час. Да? Теперь понятно, что легко посчитать базовое потребление калорий. Если одна калория на килограмм веса в час нам нужна, чтобы жить, значит, в сутки нам нужно примерно 24 калории на каждый килограмм веса. Теперь, если мы знаем то, что нужно нам в сутки, если мы ничего не делаем, мы добавляем к этому какую-то нашу физическую деятельность, допустим, это еще 20 процентов, и тут мы уже начинаем играться с отрицательным и положительным калоражем. Если мы хотим похудеть, мы сбрасываем в день 200 калорий, образно, все цифры образно не привязываются, потому что это очень персонально. Если хотим поправиться, плюс 200 калорий. Вот так. То есть вот эта схема, она очень простая. Дальше уже идет схема намного сложнее. То есть я получил какой-то калораж, а что мне с ним делать? Я получил калораж, мне нужно есть в день 3000 калорий. Окей, я могу съесть бургер, получить 700 калорий, выпить колы, получить еще 200 калорий, и сделать это три раза в день, я получил свои 3000 калорий. Это неправильно. Вот тут уже начинаются ошибки. А? Начинаются что? Почему? Почему? Потому что у нас вот тут уже начинается гормональная зона нашего организма. У нас в организме есть такой гормон, который называется инсулин. Вырабатывается поджелудочной железой. Инсулин, он похож на пьяного грузчика. Вот пьяный в дрова грузчик, который только умеет таскать. Мне так нравятся твои ассоциации. Он умеет таскать. И вот смотри, тут есть еще один парадокс. Мы знаем, чтобы худеть нельзя и сладкое. Все знают это. Человек, который тренируется, вот я сейчас вернулся с тренировки, поэтому спортивные формы, это не понты. Человек, который тренируется, после тренировки, он обязан, чтобы получить, растить мышцы, он обязан съесть что-то сладкое. Я пью геймеров. Так где правда? Нужно сладкое, чтобы худеть, или не нужно сладкое? Когда мы едим сладкое, у нас вырабатывается вот этот гормон. Желудочная железа выбрасывает этот гормон инсулин, который пьяный грузчик начинает таскать. Теперь куда таскать? Тут уже вопрос, куда таскать. Если я просто съел сладкое, он потащит это в жир. И если я просто без тренировки съел сладкое, он потащит это в жир. Если я съел сладкое после тренировки, на тренировке я израсходовал свои запасы гликогена и свои запасы АТФ, энергии, он потащит это в мышцы, потому что туда нужно сейчас заполнить гликоген, который я потратил. Поэтому тренировки важны. На тренировках мы не худеем. Тренировки нам не не худеем. А зачем тогда их делают вообще? Зачем делают тренировки? Потому что на тренировке мы тратим энергию. На тренировки нам не интересно сжигание. Есть люди, которые идут в зал, я сейчас сожгу кучу калорий, потом съем гамбургер. Или я съем гамбургер, пойду в зал, сожгу все эти калории. Нет, подожди, я вот бегаю на дорожке, мне там написано, ты потратила 100 калорий, там же написано, что потратила. Отлично, а ты знаешь, сколько 100 калорий? Нет. Это ни о чем вообще. Ну, в еде это вообще ни о чем. Нет, но я могу дольше походить, у меня будет больше калорий, как понимаешь. Но это не совсем так, потому что мы, когда мы делаем какое-то физическое действие, мы тратим АТС, господи, как он называется? Я не выговорю даже это слово с моим русским. Одинозинтрифосфат. Одинозинтрифосфат. Одинозинтрифосфат это молекула, которая дает нам энергию. На тренировке у нас этой молекулы, вот эта энергия, этого АТС в организме на считанные секунды работы. Буквально вот на считанные секунды работы. Потому что если бы у нас было покрыть всю работу, которую мы собираемся делать, то марафонец, который бежит в марафон, ему нужно было бы, а это очень тяжелая молекула, ему нужно было 30 килограмм этих молекул в организме. Да, это как на Запорожец поставить движок от самолета. Ни у кого этого нет. Есть у нас эта энергия, несколько грамм в организме, она быстро очень тратится. Потом организм должен заполнить. Мы продолжаем работать, нам нужна энергия. Организм должен ее восполнить из чего-то. и тут уже мы говорим об источниках энергии. Он может взять эту энергию из гликогена. Это вот тот самый, та самая глюкоза, которая откладывается у нас в печени и в мышцах. Примерно 300 грамм в печени, 200 грамм в печени. 300 грамм в мышцах, 200 грамм в печени. Там есть гликоген. Организм идет и окисляет это, чтобы получить немножко молекул АТФ. Получается, там две молекулы, там немножко сложная формула, я не буду сейчас грузить в биохимии. Это тоже быстро сжигается. Во время тренировки мне неоткуда восполнить гликоген. Чтобы восполнить гликоген, мне нужно есть сладкое. Мне неоткуда восполнить гликоген. И тут наступает тот самый заветный липолиз, который мы ждем на тренировке. Организм идет в жир и берет гликоген оттуда. Происходит окисление жирных кислот. То есть мы худеем. Берет АТФ оттуда, да. Вот тут мы начинаем худеть. После того, как мы израсходовали весь АТФ, весь гликоген и организм идет в жировые клетки, которые бесконечны с нашей точки зрения. АТФ у нас очень ограничен, гликоген у нас очень ограничен, жировых клеток у нас полно. Все жирные. И вот это тот самый заветный момент липолиза, который начинается на тренировке. То есть есть анаэробное окисление и аэробное окисление. То есть вот этот бег на дорожке аэробное или анаэробное, когда мы начинаем задыхаться, когда окисление происходит без кислорода. Они немножко по-разному работают, немножко разное количество АТФ вырабатывается. У каждого из них есть свои плюсы, свои минусы. Но вот мы идем в зал, чтобы достичь вот этой вот точки выработки энергии из жира. Слушай, ну это как-то все сложно. Вот смотри, до того, как я начала худеть, да, вот всю как бы, то есть мой вес появляться начал, когда я бросила курить. При том, что я его не заедала, у меня не было никакого ну желания вместо сигареты что-то съесть. Я просто бросила курить, пусть мне надоело, как бы, и все, я больше никогда про это не думала даже. Вот. Тем не менее, там через два месяца у меня резко на 10 килограмм поднялся вес, и с тех пор он продолжал расти. А теперь еще раз, ты говоришь с человеком, который никогда не ел вермишель и все такое прочее, который никогда не ел хлеб. То есть, там я могла съесть какие-то булочные изделия, только когда я находилась где-то в поездке, потому что это максимально про свой завтрак, ну там типа круассан, но это мы говорим про завтрак, да, то есть все, это известная пословица, завтрак съешь сам, обед разве с другом, нужно дать рогу, то есть по большому счету на завтрак можно есть все, что угодно. И то, это был завтрак исключительно как бы в поездках. И все, да, то есть я вот не ел ничего такого. С чего состоял твой рацион? Орега, я сейчас пытаюсь это рассказать. Ты просто говоришь, что in general я не ела ничего такого, что реально могло способствовать накоплению веса. Ну вот, убейся. Тем не менее, как бы вот произошел какой-то гормональный сбой, когда я бросила вот, судя по всему. Нет, я же не против, я говорю про то, что он произошел. Просто обычно говорят, что люди поправляются, когда бросают курить, потому что они жрут. А я не жрала. Как бы, да, то есть вот просто вот так получилось. Не важно. Короче, мой обычный дневное расписание. Не в поездке, как бы, да, потому что поездка это кофе у курассан на завтрак. И все, больше как бы ничего нет. То есть я могла на завтрак съесть, допустим, или два яйца там с какими-то кусочками сыра и брусникой, в общем, с какими-то такими ягодами черными или красными. Или такой тост с авокадо и с сыром, который не сыр, а знаешь, такой как брынза, который без ничего, короче, легкий. Все, вот это вот и йогурт, или йогурт с орехами. Вот у меня как бы три типа завтраков, и не то, чтобы я сейчас ела как-то по-другому. То есть у меня вот завтраки, у меня все время стабильны. йогурт с орехами, только там был молочный, теперь соевый, ну, потому что, опять же, нельзя лактозу. Но вот эти вот два другие, которые, яйца я ем очень редко, ну, как бы тоже там, ем я, не знаю, раз в неделю. Допустим, яйца с какой-нибудь сальмоном, там грамм, сколько-то там этого сальмона, я не знаю, сколько там, ну, 100 граммов в упаковке мне хватает, наверное, на 4 или на 5 раз. То есть можешь прикинуть, да, каком количестве сальмона вот это как бы бы мой завтрак. А потом, вот, когда я не худела, да, потом я ела, значит, перекус, у меня был фруктовый. То есть это могло быть яблоко целое, порезанное, и сколько-то там клубники, маньяк клубники, короче, я реально ела каждый день. Ну, там, ну, допустим, 200, не, 250, наверное, половина, 125 грамм клубники. Ну, может, там еще были какие-то фрукты, киви. В общем, короче, такая вот мисечка, полная фруктов. Фрукты, это же полезно, это же витамины, понимаешь? Потом у меня был обед мясо с овощами и ужин рыба с овощами, или наоборот, как бы все. Могло еще в промежутке между ужином и обедом опять быть какое-нибудь яблоко, но могло не быть. И вот так я реально ем всю жизнь. И вдруг начал ополнить? И вдруг с этой же длиной... как бы, ну, я, честно говоря, не помню, что я ела до того, как я начала ополнить, ну, наверное, плюс-минус точно так же. Просто я там начала ополнить, когда я приехала в Испанию. В Украине ты этих фруктов хрен купишь во многие сезоны, как бы, да? А там же просто это все, ну, вообще не проблема. Ты поехал в Меркадон, купил это все и такой себе спокойно ешь. И сырые, опять же, тоже в Украине. Окей, я понял, смотри. Во-первых, то, что фрукты, витамины, ну, очень условно. Фрукты, которые выращиваются в современных условиях, ну, не знаю, сколько там витаминов, ерунда. Не существенно. Но с другой стороны, фрукты – это глюкоза. Это фруктоза. Нашему организму вообще без разницы, откуда он получает глюкозу. Мед, фрукты, сахар, черный сахар, полезный сахар, тростниковый сахар – это все для него глюкоза. Это все вызывает инсулиновый всплеск, потом гипогликемию, от которой ты терял сознание, потому что организму нужна опять глюкоза. И это прямой путь к сахарному диабету второго типа. Постоянные вот эти всплески глюкозы, постоянно нужна глюкоза. И почему… Вот у тебя очень хороший рацион, вроде бы, да? Да. Рыба, мясо, яйца немножко. Почему мы не худеем на таком рационе? Да. Потому что в нашем рационе обязаны присутствовать углеводы. А я их ела по утрам, вот иногда в виде этих посмарок. Иногда по утрам ты закидывала там немножко углеводов. Углеводы нам нужны постоянно. А в мясе разве нет углеводов? Несущественно. Нам нужно 4 грамма углевода. Я сейчас не говорю про спортсменов, не говорю про массонабор или про похудение. Обычный человек примерно 4 грамма углеводов на килограмм массы тела. Зачем? Во-первых, мы углеводные животные. Нам нужны углеводы, чтобы жить. Мозг питается исключительно углеводами. Мозгу нужен сахар. Он не понимает другой еды вообще. И еще одна причина очень важная. Без углеводов, как это ни парадоксально звучит, невозможно худеть. Почему? Потому что, чтобы худеть, во-первых, организму нужна энергия, чтобы перерабатывать жир, ему нужна энергия. Во-вторых, когда организм недостаток любого нутриента и в первую очередь углеводов, он воспринимает, как наступил голод. Мне не дают есть, меня не кормят. Что он делает в первую очередь, он откладывает прозапасы или не трогает свои стратегические запасы. Стратегическими запасами организма является жир. Если мы не даем организму еды, он начинает сжигать мышцы, не жир. Потому что жир, для него стратегический запас. Во-первых, жир не нужно кормить, жир не требует энергии для содержания, мышцы требуют энергии для содержания, они сокращаются постоянно. Жир, он просто лежит. И несмотря на то, что организм из жиросжигания получит 9 калорий из грамма жира, а из мышц всего 4, из белка, который в мышцах всего 4, он будет жечь мышцы. Потому что он считает, что наступила война, наступил голод, ему нужно запасаться как раз высоким калоражем. Как раз грамм жира 9 калорий, потому что неизвестно, что будет дальше. И поэтому без углеводки худеть нельзя. есть всякие экстремальные диеты на без углеводке, которые могут быть... видна каждая мышца, они делают вот так вот, кубики, 40 кубиков у каждого. Это безуглеводка очень-очень короткая, очень строго рассчитанная, и тоже сегодня уже они отходят от безуглеводки и уже начинают пользоваться БУЧ, белково-углеводное чередование. То есть они закидывают, они меняются дни и закидывают немножко углеводок, чтобы организм продолжал худеть. И мы часто видим, что вот люди, которые сидят на белковой, они худеют, 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 а потом бац, вес остановился. Поэтому я эпизодически ем бутерброды прямо с натуральным хлебом и семечком и с маслом. Это тоже нужно все рассчитывать, это тоже делается под диэкологическим националом. И поэтому, например, у вот этих сушащихся качков у них есть еще такое понятие читмил. То есть сейчас объясню. То, что мы делаем с нашим организмом, когда забираем у него очень много калорий и много углеводов, мы тормозим его метаболизм. Обмен веществ затормаживается. Потому что он думает, наступил голод. Я не буду сейчас. послушай, а почему тогда я смогла сбить свой метаболизм назад, когда я начала делать специальную диету? Подожди, подожди, сейчас закончу эту мысль. То есть он сразу тормозит метаболизм и все, у него голод. Он начинает меньше работать, больше аккумулировать. И для этого вот есть этот день читмил, когда забрасывается просто огромное количество углеводов в топку и организм начинает разгоняться. и начинает опять разгонять свой метаболизм. И это то, что очевидно у тебя тоже произошло. Вот ты ела так, потом начала есть по-другому, встряска. Организм получил встряску, он начинает перерабатывать что-то другое. И вообще любая перемена рациона это очень жесткая встряска для организма. например, то, что люди едут куда-нибудь в страны третьего мира и все там отравляются, это не потому, что там еда испорченная. Потому что наш желудок не привык к такой еде. Поэтому, например, спортсмены, когда они едут выступать в другую страну, они не едят еду той страны. Потому что непонятно, что с ними может произойти перед соревнованиями. То есть им диетолог рассчитывает диету и прописывает диету, питание. Идет питание таким образом, чтобы не сбить их желудок непонятно куда. Потому что последствия, они абсолютно непредсказуемые. И поэтому это все очень индивидуально. Например, возьми китайцев и японцев. Они едят только быстрые углеводы. Суши. Это белый шлифованный рис с сахаром. Мы на этой еде поправляемся. А они все стройные, худые и красивые. Да, вот это всегда меня удивляло. Как так вообще? Потому что у них организм работает по-другому. У них метаболизм подстроен под их еду. Метаболизм это очень гибкая вещь. Есть люди... Хорошо, расскажи, на какой еде должны ходить евреи? Что ж такое там? Ну, евреи, мы изначально народ, который много натерпелся за последние две тысячи лет. Изначально наш организм, он приспособлен для того, чтобы аккумулировать. Да, посмотри на еврейских женщин. Они все груши. Ну, обычно. Еврейская фигура это груша, женская фигура это груша, большая попа, много жира, женское ожирение, потому что мы аккумулируем. Ну, и питание наше, оно, в общем-то, не очень, потому что мы всегда питались в Европе особенно дешевой едой, относительно, которую увеличили колораж, который дешевыми добавками. есть два типа еврейских женщин, одни сухие как вобла, другие как груши, ну, или как гитары, как я была, когда-то с моей бабушкой. То есть мы брали рыбу, пихали туда кучу хлеба, из этого делали гефильтефиш, потому что рыба была дорогая, хлеб был дешевый. Да, то есть мы наполняли колораж чем-то, что насыщает быстро. Точно так же, как японцы и китайцы. Берут дешевый рис, то есть вся вот эта еда, у которой плотность калорийная увеличена непонятными продуктами, это еда бедных. Салат Оливье. Набрать кучу всякой дешевой зелени, бахнуть туда майонеза, немножко колбаски, и получается жирная и калорийная еда. Да, вот советская вот эта вот. Никогда не ела майонез, и никогда мы не клали в Оливье колбаску, извините, исключительно вареную колбаску. Ну, бывает такое Оливье. На самом деле классическое Оливье это перепелиные яйца и грудка перепелка. Ну, баналь у нас не было звенять. Да, да, да. Вот. Поэтому питание и похудение это очень индивидуально. Невозможно, знаешь, как приходят в спортзале, это вижу часто, приходят новички в спортзал, а там тренер такой раскачанный, прям красавец. Они смотрят, как он тренируется и начинают его копировать. Теперь они не понимают, что в этом тренере сидит грузовик и гормонов, которые он колет себе постоянно, потому что он выступающий атлет. Его тренировки невозможно скопировать для обычного человека. Точно так же питание. Мы не можем сказать, а вот так похудела на бананах, давай я сейчас буду есть бананы. Вообще не так. Я послушала про худение людей на первальном питании, воспользовалась и такие да. Да, общая формула, более-менее которая работает для всех. Есть все нутриенты, питаться правильно. Подстраивать под каждого это уже мастерство диетолога. Но человек не может посмотреть на другого яблочная диета. Кто-то похудел когда-то на яблоках. Я тоже сейчас буду есть яблоки. Это не похудение, ты себя убиваешь. Ты убиваешь организм. Цезраешь желудок, поджелудочную. Все. То есть по твоему мнению для того чтобы нормально квалифицированно худеть нужно обращаться к специалисту который будет специально основан однозначно и тот специалист рекомендовать что нужно есть, что не нужно есть, каким как бы образом. А потом еще этот специалист по-хорошему должен каждый месяц заставлять человека переиздавать анализы крови. Смотреть на эти хороший специалист например я никогда ну есть какие-то вещи которые я сразу вижу в человеке приходит ко мне мужчина вот с такой талией понятно что у него проблема с тестостероном вот гадалки не ходи ну и сейчас да то есть сожаление не бывает тестостерона ну и понятно это видно как на него женщины смотрят я не знаю как женщины это чувствуют но каким-то образом они чувствуют тестостерон то есть понятно когда приходит человек худеть сначала к эндокринологу я хочу посмотреть витаминный состав крови я хочу посмотреть гормональный состав крови я хочу посмотреть как организм усваивает углеводы поджелудочные СТЛТ. То есть есть много вещей. Я хочу посмотреть, сколько у него тестостерона и сколько эстрогена. То есть как он функционирует, как мужчина или как женщина. Организм его. Ну и у женщины наоборот. И потом мы начинаем уже смотреть на его образ жизни. Похудение, опять же, это не только едой. Наш вес, он у нас в голове. Ну, опять же, я хочу тебя расстраивать, но спортом я не занималась. А не надо. Спорт это не для похудения. Вот возьми пресс. Опять же, спортзал. Прихожу в спортзал, пришли новички, вот эти подснежники, которые зимой вылезли из-под снега, хотят к лету прийти на пляж 40 кубиков. Ложиться на этот римский стул и начинают бах-бах по 100 раз в день. Что делаешь? Пресс качаю, мне нужны кубики. Во-первых, пресс ты не качаешь. Ты убиваешь пиасницу и качаешь подвздошную мышцу, потому что пресс не качается вот этим. Пресс качается вот этим. Позвоночник. Нужно округлять позвоночник. А не тело бросать туда-сюда. Во-вторых, пресс это такая упрямая мышца, и она настолько выносливая. Наверное, самая выносливая мышца у нас в организме, потому что она постоянно работает. Мы постоянно ходим прямо. Пресс, то есть мышцы кора держат наше тело постоянно. Я так и знала, что если ходишь, то уже сразу качаешься. Смотри. Да, да, да. Любая физическая деятельность. Даже мозговая. Шахматисты тоже теряют. А мозговая так вообще? Прям я чемпион. Да, растут мозги и геморрой. Ну, когда сидишь. Да, то есть как достичь красивого тела? Да, нужно там подкачиваться немножко, умеренная вот эта вот нагрузка в спортзале немножко. Это максимум 20% успеха. 80% успеха это на кухне. Да, то есть если покачался, сходил в зал, посидел там полтора часа, пополкал с ребятами, поубивал поясницу на прессе или там еще что-нибудь сделал, а потом пошел в бургерную и съел бургер, никакого эффекта. Вот вообще. И это психологически, да? Человек думает, вау, я был сегодня в зале, я крутой, я качок, могу жрать. А они реально, вот эти ребята, которые выходят на сцену, они жут, ты не представляешь, сколько это. То есть по 4 тысячи калорий в день это у них норма. Из этого там 10 яиц, 2 килограмма грудки, килограмм риса, ну реально. Куда в них это все девается? 6 раз в день. Питание 6 раз в день, 6-8 раз в день. То есть постоянно они ходят в жую. У них это все работает, они на гормонах. У них тестостерон, у них саматотропин, у них это все. То есть можно жрать бесконечное количество калорий, если ты при этом еще пользуешься гормонами, я правильно понимаю? Это то, что они делают. Но они потом сушатся, то есть они все жирные. Ты не видела никогда качка не в выступательный период? Видела. Ужасно. Ужасно, да? Приходит весна, начинают бешеную сушку вот эту, опять же на гормонах, опять на дикой безуглеводке. И у них, ты не представляешь, сколько у них срывают, когда они сидят на полу, жрут торт и плачут. Прям вот мужики, здоровые мужики, плачут. Понимают, что они сейчас вместо второго места получат пятое на соревнованиях. День соревнований, они выходят на сцену, это выглядит вау. Если сделать им вскрытие в этот день, у них нет надпочечников, у них не вырабатывается собственный тестостерон, они никто, через день после соревнований, день, 24 часа, они выглядят, как будто их покусал рой ос. Они опухшие, залитые, потому что последнюю неделю они сидят без воды. Чтобы появилась сечка, они не пьют практически, они смачивают губы немножко. Они после соревнований вот так вот еды, вот так вот воды, они утром встают, их не узнать. То есть тоже нужно понимать, к чему мы хотим прийти, к здоровому образу жизни или к медали на сцену. Знаешь, вот я когда начал заниматься, это три года назад было, чуть меньше, может быть, я пришел в зал, я увидел этих прям такие вот, вау, я решил, в 50 лет я выхожу на сцену. Да, есть бодибилдинг ветераны, то, что называется. В 50 лет я выхожу, я делаю вот это вот на сцене, вот хочу. А сейчас я, меня сразу тогда как бы пытались отговорить, нет, я хочу, мне объяснили, что это гормональная терапия очень жесткая и постоянно липидный, липидный состав крови проверяют. Это прям вот к врачу постоянно. А сейчас, когда я начал глубоко изучать вот эту всю тему Вейдера, я понимаю, что меня просто спасли. Потому что это убивает свой организм. Вот это вот красиво на пару часов, ты убиваешься три года до этого, ну и ты убитый просто. То есть теперь мы тебя не увидим на конкурсе Мистер Олимпия, вот это вот все, да? Не, я не хотел на Олимпию, хотел на бикини. Там, где пропорции. Мы их не увидим на этих конкурсах, потому что ты передумал в них участие, да? Нет, да. Ну хорошо, а теперь объясни мне, как так получается, что я вот бухаю плюс-минус, как лошадь, но при этом как бы худею. Да, алкоголь и похудение. Смотри, есть парадокс. Любой диетолог скажет тебе, что на алкоголе не худеют. Когда ты идешь в пятерочку, где стоят эти алкаши и просят 10 рублей на подлечиться, они все худые, там нет толстых людей. это то, что я все время говорю. Нет ни одного толстого алкоголя. Да, нет толстых людей, да? Как это работает? У нормального человека, у которого печень не убита и поджелудочная не убита, печень, то есть мы получаем какую-то еду, она попадает в кишечник, прямую кишку начинает расщепляться. Тот, кто занимается доставанием энергии из еды и отправлением этой энергии или в мышцы или там, куда нужно, это по большому счету печень. Она берет часть гликогена себе, часть гликогена отправляет в мышцы, которым нужна энергия. Как только печень получает вместе с едой какой-то токсин, какой-то яд, она первым делом переходит на переработку этого яда, потому что сейчас организм атакуется ядом, чтобы его спасти, нужно этот яд из организма убрать. Алкоголь печень воспринимает как яд. Поэтому, когда мы едим и вместе с этим пьем алкоголь, вместо того, чтобы еду переработать на гликоген и послать в энергетическое наше депо, она по-быстренькому забрасывает это в жир, тут опять появляется этот пьяный грузчик инсулин, по-быстрому освободить площадку, тащить это в жир и начинает заниматься алкоголем, потому что это первостепенное меню. Это первая причина, почему нельзя пить. вторая причина, когда мы пьем, мы не контролируем потребление еды. То есть, когда мы пьем, у нас есть лептин, гормон насыщения. Как мы вообще знаем, что нужно прекратить есть? Хорошо, послушай, давай, вот это вот второй путь не про меня. Да, вообще, я не сам. То есть, я все контролирую. Почему? Потому что в моем случае не работает первый вариант тоже. Почему не работает? Потому что, опять же, это очень индивидуально. Очень индивидуально. Вот я, когда, как только я бросил пить, я похудел за три месяца на 16 килограмм. Вот легко, не напрягаясь. На 12. На 12. Вообще не напрягаясь. Вообще не напрягаясь. Я просто убрал алкоголь и практически убрал сахар. Сразу я стал подтянутым. Все стало хорошо. Так, может, это у меня сахара? Алкоголь. Алкоголь и сахар. Я вот убрал два пункта. Ну, и немножко там спортзал. Но, опять же, это несущественно. Спортзал не про похудение. И я ел все. Я как раз тогда был в Израиле. То есть, ну, в Израиле мы едим так очень хорошо. А, кстати, меня тут спросили в комментах про Израиль или я поправилась, когда я приехала в Израиль. Когда я приехала в Израиль, я могла жрать, я не знаю, что это. Мы когда молодые, мы все красивые. как бы, нет, я не поправилась. Ну, себя поправили через три года на 20 килограмм, но из-за беременности исключительно. Я поправился в Москве. Как только я приехал в Москву, плюс 20 килограмм. Плюс 20 килограмм за два года. Я был худющий, я был в армии. Ты не представляешь, как я был в армии? Прям за шваброй пряжался. Да, теперь алкоголь убивает вот этот лептин. Гормон насыщения, который у нас есть, с помощью которого мы контролируем, когда мы должны перестать есть, потому что желудок, он растягивается. Запихнуть в себя мы можем еды очень много. Да, он изначально там где-то 900 грамм у мужчин, 700 грамм у женщин, но он растягивается, и живот растягивается. То есть, мы два килограмма еды можем очень легко запихнуть. Почему мы перестаем есть? Потому что есть лептин. Он поджелудочный, по-моему, вырабатывается поджелудочный, посылает гормоны мозг. Все, я насытилась, хватит. И организм, и мы перестаем есть. Все, нам еда перестает быть интересной. Знаешь, как в сексе, то же самое. Нам неинтересна еда. Алкоголь блокирует синтез лептина. Вот, например, собаки. У собак нет лептина. Они могут ведь есть бесконечно. Они не могут остановиться. Собака, сколько еды дашь, столько она и съест. Она может разорваться просто, но будет есть. У человека есть этот лептин. Алкоголь блокирует синтез лептина. Алкоголь вообще блокирует очень много наших чувств. Пьяный человек, он бесчувственный. И вот поэтому на алкоголе худеть нельзя. Почему ты худеешь? Ну, во-первых, ты пьешь вино. Ну, несерьезно, это не алкоголь. Это не считается. И бутылка в день, ну, ты растягиваешь ее на весь день. Это, я не скажу, что это хорошо. Теперь в вине есть вот эта вот красная вещь, которая считается, что тоже хорошо это худение. Я в нее не верю, не помню, как она называется. Не помню сейчас. Ну, в красном вине есть там какое-то производное, которое считается, что хорошо. Ну, которое считается полезным для сельничной деятельности, страдат. Да, поэтому итальянцы худые, французы худые. Конечно, все иллюда, никто там не худой. В смысле, никто там не худой? Конечно, худой. Израильтяне худые. Вот реально худые израильтяне. Даже когда они идут в армию, девочки сразу нажирают себе задницу в армию, но все равно, как бы, ну, парни у нас худые. Мало израильтян толстых, реально толстых. Марокканцы, посмотри на марокканцев. Марокканские израильтяне. Ты видел когда-нибудь еменского еврея толстого? Еменца нет, а марокканцы, да, в чем проблема? Тоже не особо. Ну, опять же, у них там, ну, представь себе этих марокканцев, у них тестостерон не тот. Ашкеназин толстый, ашкеназин толстый. А у нас тестостерон не тот. Марокканцы, ну, ты посмотри, как они на улице бегают. Ну, все равно, как бы, марокканцы худые, девочки марокканские тоже худые, пока они замуж не выходят и начинают жрать. То есть, это восточная красота. Тут уже пищевое поведение, это уже психология. Да, то есть, всегда питание, оно состоит из двух составляющих. Питание и пищевое поведение. Поэтому, вот я выбрал профессию не диетолога, а именно вот психологию. То есть, ты сначала выясняешь у человека, почему он жрет, а потом ты ему говоришь, раз уж ему хочется что-то жрать, то пусть ты жрешь вот это. Нет, 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 я работаю с психологией, да, то есть, я ищу причину, почему ты ешь. Ну, как бы, знаешь, по фрейду, у тебя есть мама, значит, у тебя есть травма. То есть, любой человек, который ест, он заедает, вот как минимум, пять причин психологических есть. Мы ищем вместе причину, почему ты идешь в холодильник, что тебе не хватает в жизни. Давай поищем эндорфин, это гормонное счастье, давай поищем другой источник эндорфина. Есть куча источников эндорфина. Еда, это не единственный. Еда, это самый доступный, самый лёд. Намного легче подойти к холодильнику и съесть что-нибудь, чем сходить в зал и присесть со штабли. Я, кстати, что заметила, вот когда я начала худеть, да, я же, ну, как бы, анализирую все время сама себя, как бы, что происходит. И я реально поняла, что люди едят, когда им скучно. Да. То есть, вот тебе нечего делать, ты сходил на кухню, прогулялся, реально там свистанул какую-нибудь печеньку, ну, в моем случае, это были фруктики, потому что печенька у меня вообще-то родилась, никогда не было дома. И ты себе пошел назад. И ты такой, вот тебе реально нечего делать, ты думаешь, ну, пойду съем клубничку. И когда, как бы, какое-то количество времени, ну, изначально, сейчас у меня вообще нет такой мысли. Я даже и сейчас, иногда не ем этот обед, это свой яблок. Да. То есть, вот первое, что я говорю сейчас, у нас очень большая проблема на самом деле сейчас, да, вот эта пандемия, самоизоляция, карантин, люди поправляются. И вот ребята, у меня спрашивают, а что делать? Ну, вот я не могу, я сижу дома, вот холодильник, вот плита, вот готовят постоянно, постоянно дома. Мы не двигаемся, мы едим. Не вот это вот остричь-прячь волос, жечь и под подушку, при полной луне, и ты похудеешь. Эти советы не работают. Самый простой совет, чтобы не поправляться, чтобы следить за своим весом, сделай себе распорядок дня. Как только у тебя появляется распорядок дня, ты становишься успешным человеком вовсю, включая, в том числе и вес. А я думала, просто не надо ходить на кухню. А не помню, если у тебя нет распорядка дня, ты бродишь туда-сюда. И что, я броду туда-сюда, но на кухню не захожу. Ну, как вариант, да, но сделать распорядок дня это намного проще. Человек, у которого есть распорядок дня, вот я помню, ты не помнишь это в советское время, я помню это в советское время, мы не ели постоянно, у нас был завтрак, обед, ужин. У меня три года старше, что ты у меня... Сколько тебе лет? 44 будет в этом году. три года, да, ну ты хорошо выглядишь. Мы с этого начали. Да, 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 то есть у нас не было вот это вот позавтракал, потом еще что-нибудь поел, еще что-нибудь поел, какую-то шоколадку купил. Ты сейчас идешь по улице, ты везде можешь купить какую-то еду. Дети едят вот эти вот марсы, сникерсы постоянно, они едят вот сладкое, да, то есть вырабатываются очень плохие пищевые привычки, потому что они постоянно едят. У нас не было такого, у нас был завтрак, обед, ужин, все, ну как бы нет другой еды. Вот есть вот это, и все, и было вот это не перебивай себе аппетит, да, я тебе сейчас не дам, не перебивай себе аппетит. Да, 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 это всего прекрасно. А сейчас нету этого, вот у нас тут есть шкаф с шоколадками, они постоянно сюда бегают, там какие-то шоколадки постоянно пускают. То есть пищевое поведение, психология пищевого поведения, она в корне изменилась и в худшую сторону. В худшую сторону. Поэтому сегодня столько много ожирения и столько много сахарного диабета. Это очень грустная история. Ну, потому что у нас, мы живем этими углеводами, сладкин, который сразу вырабатывает нам гормон счастья, эндорфин, который дешевый, и мы быстро насыщаемся, быстро подскакивает инсулит, потом наступает гипогликемия, он падает, инсулин, организм опять требует еды. То есть мы вот на этих скачках инсулина мы идем в сторону сахарного диабета. У меня, кстати, по поводу воды, вот тоже мы затронули в прошлый раз эту штуку, то есть говорят все, что надо пить много, потому что организм, значит, отекает, потому что у нее нет воды. И я как бы пила, ну вот тогда, в тот период времени, сейчас лучше нормально пить в пью, ну где-то 2,5-3 литра в день. Нормально. И как бы, там получается, что я вот куда-то ходила, я все время ходила с водой, то есть я не могла час не пить вообще. Драйли – это абсолютно нормальная история. Да, но когда это дело на глазах у врача, он мне говорил, а что ты как-то до хрена пьешь? А давай-ка мы сдадим анализ на сахарок. Потому что у меня реально все думали, что у меня диабет, потому что вот я постоянно пила. Так я уже реально перестала стука пить, думаю, люди нервничают, что я буду пить. Да, ну смотри, во-первых, что люди думают, ну ты сама должна знать, что это все фигня. Не-не, подожди, когда люди думают, это фигня, когда папа думает, это реально проблема, а когда мама, то вообще молча. Теперь смотри, да, есть вот эта вот общепринятая норма 30 грамм на килограмм веса. И откуда она взялась, я думаю, что толком никто не знает. Это один вот из мифов диетологии. Это как 10 тысяч шагов в день примерно, та же самая история. Вода, да, он самый дешевый и самый доступный анаболик. То есть он разгоняет метаболизм. Еще плюс у воды, мы не всегда умеем различить между чувством голода и чувством жажды. Поэтому, когда хочешь есть, выпей на стакан воды и подожди полчаса. И в любом случае перед едой, за полчаса до еды, пей стакан воды, тогда меньше еды съешь. Да, то есть вот такие маленькие люди. И сколько пить в общем в день, ну вот эти вот два с половиной, три литра, это очень спорный вопрос, потому что, ну, нужно контролировать состояние почек. Любая почка способна переработать такое количество воды. То есть, как минимум, обратить внимание на свою мочу. Как минимум, обратить внимание на свою мочу. То есть есть какой-то мочевой график, по которому ты ходишь в туалет три раза в день, четыре раза в день. Как только ты начинаешь ходить чаще, и как только у тебя появляется состояние, что ты сходил в туалет, и тебе кажется, что не до конца, у мужчин особенно это бывает очень часто, да, это вот предпростатное вот это состояние, предпростатитное состояние, вот тогда нужно уже как бы обратить внимание на организм. И что нужно, меньше пить? Да, нужно пить. Если ты постоянно бегаешь в туалет, и у тебя моча абсолютно прозрачная, абсолютно без запаха, нужно ограничиваться, потому что ты вымыла все соли из организма. Организму нужны соли. Вымыла все витамины, все соли. Вот обрати внимание, когда мы пьем витамин С, моча она очень насыщенная, очень желтая. Потому что у нас в организме есть очень много витаминов. Как только ты все вымыла, у тебя, ну, а витаминоз может наступить, обезвоживание, обессоливание. Да, то есть, ну, как бы контролировать еще, уметь прислушиваться к своему организму. А, кстати, то же самое, говорят, что нельзя есть соленую еду, потому что тогда вода в организме задерживается, и все такое... Да, да. Так ее нужно, если не нужно? Если вода вымывает, там берут соль из организма, что тут и я... Есть разные соли. Есть вот этот гербонат, натрия, ну, пищевая соль. Это не та соль, которая нужна организму, потому что она откладывается, она плохо влияет на суставы. Есть нутриенты, минералы. То есть, когда я говорю соль, это всякие минералы. Да, есть минералы, которые должны быть в организме. натрий, кальций, магний, селен, там куча минералов всяких, и вода их вымывает потихоньку. И что? То есть, когда ты солишь еду, просто обычная соль, тебе это не помогает? Тоже помогает. Это тоже соль, она нужна организму, потому что без достаточного количества обычной соли наступает цинга. Цинга – это недостаток соли, когда зубы выпадают, волосы выпадают. То есть, она нужна. Но опять же, мы опять возвращаемся к тому, как мы жили раньше и к тому, как мы живем сейчас. Раньше соль была дорогой. Ели столько, сколько нужно. Сейчас мы все время ищем сильные вкусы в еде. Усилители вкуса. В любой еде есть усилитель вкуса. Есть много соли, есть карбонаты всякие. Потому что мы бесимся жиру, мы живем очень хорошо, и у нас нет достаточно получения эндорфинов более тяжелым путем. Поэтому мы ищем полегче. Поэтому мы едим много соли. Опять же, соль нужно ограничить. Я не помню сейчас норма соли 2 миллиграмма на килограмм, по-моему, это норма соли нормальная. Там больше 4 миллиграмм на килограмм, она уже убийственная. Это уже убийственная доза. 5 миллиграмм. Можно посмотреть потом. То есть, все есть яд и все есть лекарства. Нельзя убрать все или нельзя есть что-то одно в надежде, что ты похудеешь. Нужно контролировать свой рацион. Рацион должен быть широким и богатым всеми нутриентами. И водой, и солью. Я не говорю, что я буду есть мало соли и пить много воды, и тогда я похудею, потому что вода не задерживается. Это не так. Нужно есть соль сколько нужно и пить воды сколько нужно. Да, но ты не знаешь ни сколько тебе нужны соль, ни сколько тебе нужно пить воды. И, кстати, никто не знает. Никто не знает. Контролировать. Контролировать организм. Вот, например, я пью достаточно много воды, да, но я... У меня это легко контролировать. Я живу в Москве, я за рулем. Я пью воды столько, чтобы не описаться на Садовом кольце вдруг. Да, то есть... Я думала, эти страшные московские пробки уже закончились, нет? Сейчас нету, но раньше у меня было не раз, когда ты стоишь где-нибудь на кольце, и прям вот... Два года назад, когда я сидел на массе, я ел невероятное количество еды, пил невероятное количество воды и тренировался я, что знаю, с Леной Захаровой, когда мы делали лагерь в Наро-Фаминске. Как раз у меня тогда был этот период. Я ехал в Москву, это 70 километров от Наро-Фаминска до Москвы, и я иногда мог стоять на кольце, на МКАДе, и вот так вот у меня все уже, как бы, да? То есть, ну, вот это для меня является контролем, чтобы не бегать слишком много в туалете, да? Когда я тренирую, в тренировочный день для меня контроль, что мне комфортно приседать со штангами, потому что у меня желудок не забит ни едой, ни водой, я могу комфортно приседать со штангами. То есть, всегда можно каким-то образом контролировать организм. Прикольно. Ну, в общем, плюс-минус понятно. В качестве жизнеутверждающей истории расскажи нам продолжение твоего знакомства с Ройтманом, а то он вчера его начал, что вы познакомились с самолетом, и сказал, а дальше вам расскажет Ройтман. Да. Мы познакомились в самолете. Это было перед Песохом, наверное, четыре года назад. Или пять. Пять, наверное, все-таки. Пять лет назад перед Песохом. Я тогда был главным раввином Белоруссии. Не самое, как бы, ну, неважно, был-был. И мне нужно было собрать некую сумму для закупки мацы для на всю Белоруссию. Там люди считают, что маца им положено бесплатно, потому что они ивейны. Там специально, знаешь, как в 90-е тут была специальность ивейна. Там это примерно так и осталось. Им положено маца бесплатно. Мне нужно было собрать некую сумму денег. И мы стоим, я летел из Израиля в Минск, в Москву. Я летал тогда через Москву. И в Дьютифри мы стоим. Я стою в Дьютифри, он стоит в кассе рядом. Я не знал тогда, что это Ройтман, что есть такое вот состояние Дэвик Ройтман. И, ну, я там купил себе что-то, и он стоит. Там была акция на Blue Label. Он рассказывал это, но он не помнит. Нет, он по-русски сказал, мы познакомились с самолетом, и дальше он. Все. Там была какая-то акция на Blue Label, то есть бутылка, которая стоит долларов 200, наверное. И там была акция, покупаешь две, тебе дают шоколадку. Ну, какая-то дебильная израильская акция. Blue Label – это типа виски? Виски, да, дорогой виски. И он стоит там на кассе с этим Blue Label, с дорогим виски очень. Ну, это виски, на которые я тогда даже смотреть не мог. И что-то она у него спросила, кассирша, я уже не помню, что, или я прослушал, я думал, что прослушал, И вдруг я слышал, он говорит, а мне пофиг, я буду это с колой пить. С чем? С колой. У нас у обоих был приоритий. И мы оказываемся сидим вместе вот на этой первой линии для длинноногих. И он сидит, я сижу, ну, знаешь, разговорились, он вынул свою кредитку, а я смотрю у него вишенки на кредитке. Вишенки – это спецназ израильский. Один из израильских спецназов – и я так смотрю на кредит, а он увидел, что он перехватил мой взгляд, о, говорит, нам сделали кредитку спецназовскую. Ну, вот это состояние до Викроитвана. Я говорю, о, классно, да? Ну, и начало, где ты служил, где я служил, чем занимаешься, то, все. Я говорю, вот я в Белоруссии работаю, мне нужно там деньги на Мацо. И сколько денег тебе нужно? такая-то сумма. Он говорит, я тебе помогу. Я тебе помогу. Он прилетает в Москву, он действительно помог мне большой частью суммы собрал среди пацанов. И потом мне осталась там какая-то сумма, он мне говорит, смотри, знаешь, про удочку и леща. Да, я тебе дал леща, сейчас я тебе дам удочку. Ты сейчас начинай сам собирать. А я не знал тогда, что такое фандрейсер. Девик, он обалденный фандрейсер, он умеет это делать. А я тогда был ноль, в этом я сейчас ноль. И он мне говорит, смотри, ты собираешь такую сумму, а я тебе против каждого доллара даю два. То есть мне нужно было собрать 30%, чтобы он добавил мне остальные 60%. Я говорю, хорошо, но я не умею. Он говорит, не дурю, давай, начинай. Все не умеют. Работай. Я собрал эту сумму, приехал к нему в Иерусалим, к нему домой. Говорит, Девик, смотри, у меня есть эта сумма. Он посмотрел, достаточно серьезную сумму нужно было добавить. Он посмотрел, говорит, отлично. Идет там куда-то в свою комнату, выносит мне в два раза больше, чем я ему показал. Я смотрю, пацан. Пацан сказал, пацан сделал. И вот мы тогда подружились. Потом у него возникла вот эта вот его идея с кипами. Я был, ну, мы общались, очень много он советовал. Знаешь, он любит же советоваться, любит делиться, любит слушать советы. Он мне очень долго рассказывал про эти кипы. Вот эта кипа стоит 25 шекелей. Это сколько? 5 долларов, 7 долларов. Вот, он так возмущался по поводу людей, которые так мерзко себя ведут. Да, 7 долларов, а он мне говорит, смотри, у меня будут кипы где-то там 500 долларов. Ну, сумасшедший. А что можно ждать от человека, который пьет Blue Label с колой? Но у него получилось. Смотри, знаешь, я ценю людей, по результату на табло. Мне не важно, если он достиг этих результатов на табло законными путями, то мне его психически интересно. У него получилось, реально получилось. У меня есть, он мне одну кипу я в лотерею получил. У него тогда была лотерея. У него вся реклама через Facebook, через своих. Вот, первую кипу, я выиграл ее по лотереи, кипа, которая продается долларов за 600. Потом он мне подарил еще какую-то кипу, потом еще кипу. Сейчас на Йома Цмаут, на День зависимости он мне еще кипу подарил. Да, реально это работает. Это рабочая история. Ну, Tevic это рабочая история, это прекрасно. Вот так мы с ним познакомились, и у нас все тесные отношения, очень хорошие отношения, мы хорошие друзья. Вот сегодня он мне звонил, там хочет что-то подиетить. Ну, наш будущий проект вместе с Божьей помощью. И у него, вот, меня что восхищает? Вчера рассказывал, что он уже закрыл лимит своих проектов, и больше новых тысяч не будет. Брав? Брав? Нет. Что, у него нет закрытых проектов, у него нет лимита проектов. Вот это то, что меня восхищает. Это то, что он мне сказал вчера, что он набрал проект, и все, типа. Нет, ну, тут он хочет больше меня может продвигать, поэтому он не считает, что это его проект. Но у него, реально, у него какая-то невероятная креативность. Вот из него фонтаном просто бьет. Да, вот стрелять, покраска. Мы вчера про него написали, что он поцелованный. Вот есть такие люди, которые поцелованы. Да, из него просто бьет фонтаном, и у него вот какая, и все получается. Да, иногда ты сидишь, смотришь, я уже все. Вначале я смотрел на него, да, больной человек, типа за 500 долларов. Потом получилось. Потом у него получились мизузы по 1000 долларов, потом типа по 1500 долларов. Потом, ну, понимаешь, и ты видишь, что получается, ну, значит, может быть я больной, я не знаю. Но реально, как бы, я восхищаюсь Дэрик. Ну, это невероятный какой-то успех. Причем, он никогда не оставляет проект, да, вот есть люди, что-то придумали, и не получилось. Нафиг. Дальше. Попробуй, может, что-нибудь другое, может, не попробуй. У него нет такого, да, вот он придумал что-то, и это лежит у него в, как на махсанит, как на узком, магазин, как магазин в автомате, да. То есть придумал, посоветовался, как бы нет реакции, отложил. То есть он не выкинул. Это потом где-то всплывет. У него нет израсходованного материала. У него безотходное производство. Не, да, он молодец. Ну, и просто вот его открытость, его готовность помочь, всегда выслушать, всегда, это редкость. Сегодня я думаю. Видишь, как удачно ты обратил внимание на кого-то чувака, который только упал вниз. Не, я бы с ним не заговорил в самолете. Я сам по себе я абсолютно интроверт. Но он такой, знаешь, он начал разговаривать со мной, и все, мы разговаривали, вот летели в Москву. А он же одессит. Это вам не Пагирев какой-нибудь. Да, да. Три часа, или сколько нужно лететь из Москвы в Израиль? Четыре. Четыре часа мы просидели, проболтали, потом встретились в Москве, он помог мне, там еще кого-то притянул, за это. Прекрасно было. Наше знакомство началось хорошо и продолжается хорошо. Ну, круто. А теперь мы в итоге вместе делаем какой-то диетический проект золотой песенок, который разжижает сахар в организме и заменяет, я уже забыла все эти умные слова, которые ты до этого говорила, я переслушаю. Да, ну, как-то так, да. Ну, всегда, он мне часто очень предлагает всякие вещи, у меня просто нет времени обычного. Тут, потом получится. так что, ты нам даже намека никакого не сделаешь на то, что бы это могло быть? Ну, что-то связанное с питанием. Питание, психология, патарея. Не, ну, что-то я рассказывал про семечки, ну, что-то, вы будете семечки продавать? ничего. Не, не, не. А, он как-то хотел вместе со мной продавать хумус, чтобы я делал хумус, знаешь, эксклюзивный лакшери хумус. Ну, если, у него знаешь, как это работает? Что такое лакшери хумус? Он встает из банки и говорит, шалом. Да, не, у него знаешь, как работает? Он видит кого-то, кто хорошо что-то умеет делать. То есть, он ему говорит, ну, ты же хорошо готовишь, так почему это пропадает? Давай вот будем делать из этого деньги. Вот примерно так. Какая прелесть. Ну, слушай, я надеюсь, что вы скоро закончите вот эти вот ваши тайные переговоры и явите какой-то новый проект миру. То есть, как обычно, все скажут, о боже, какой дебилизм так не может быть. А еще через месяц скажут, вау, это так круто! Мы тоже это обязательно хотим. Слушай, я реально помню вот эти вот темы с гипами, как это начиналось и что-то сейчас превратилось. Ну, это вообще просто не воображение. Сейчас ты империя, слушай. Поэтому мне всегда интересно посмотреть, что еще он может такое. Он такой странный. Он бесконечная какая-то энергия. надо срочно выяснить, что он ест. Это же явно энергия, это же то, что мы едим. он не ест. Но я с ним ела, он не ест ничего такого, чем он бы не ела я. Что ж такое? Почему это такое? пьет дорогой виски. Не-не, блю виски. Или вот эта история с самогоном. 300 рублей, 300 долларов бутылка самогона. Ну, понимаешь, как бы смотришь на это, ну, чувак, водка в магазине стоит 300 рублей, ты продаешь за 300 долларов бутылку самогона. Ну, покупают? Я не знаю, но покупают? Убиться можно. Да? Круто. Всем бы так. Всем бы так. Вот, слушай, он реально может продавать свою какую-то супер диету, чтобы говорить, вы хотите быть таким же, как называется, идея фонтанирующим. Значит, набор бадов, и он обязательно вам поможет. И, кстати, между прочим, скорее всего, поможет. Он загадочный человек, у него все работает. О, кстати, про спортпит, про бады, там уже несколько раз спрашивали. Какие вопросы есть сейчас вообще? Только вот тот вопрос, который ответил. Из-за того, что на фейсбуке все как-то, ну, как бы не очень спрашивают, а на ютубе вот один спросили, второй ответили, как бы мало людей. Ну, это отличная проблема. Слушай, в конце концов, ну, от Циркова повезло, она единственный комментирующий выбирала твою консультацию. Кто это? Кто? Моя подруга на фейсбуке, ну, от Цирковы назовут. Она, получается, единственный прокомментирующий, комментирующий вообще что-нибудь человек вот сейчас на текущий момент. Поэтому, кроме нее, тебе некому давать эту самую консультацию. Тут как раз она удачно поправилась, когда переехала в Израиль. То есть вы прям вот удачно совпали. Если бы она не поправилась, как бы, ну, о чем ей с тобой говорить. А так она поправилась, и ты можешь ей как-то помочь, может быть, типа, будет круто. Так, теперь вот, ну, там на фейсбуке были вопросы по кошерному спорту. Поэтому давай поговорим по этой теме. БАДы и кошерные спортпиты. Ну, вообще спортпиты. Нужно ли это? Кому это нужно? Зачем это нужно? БАДы сначала. БАД – это биологически активная добавка. Таблетки – это фармацевтические препараты. То есть есть две отрасли в этих вещах. Разница в том, что фармацевтика, она доказана исследованием. И доказана как минимум статистически. Что из 100 человек, 50 она помогает. БАДы, они не имеют под собой такой широкой базы, доказательной. Поэтому к ним сразу же отношение, оно не совсем такое доверительное. Кому нужны БАДы и какие БАДы нужны? Это тоже очень-очень индивидуально. и постоянно нужно контролировать все-таки те исследования, которые есть. Потому что их немного, но они есть. Например, омега-3 всегда считался универсальным БАДом для всех против склероза, против бляшек, против холестерина. Ты сам с этого начал опять же, что надо ехать рыбий жир. Последние исследования доказывают, что никакого отношения к этому в мегации не имеется. Что это, да, хороший жир, хороший липид, но не спасает, не лечит болезнь. Есть, да, универсальный БАД, который я считаю, что нужно, как минимум, чувствовать, что мой кот чихает. Кот, что тут четыре раза туда-сюда прошел. Да, я собаку впущу, ей там грустно. Иди сюда, давай, блядь. Пить хочет. Да, есть БАД, который, как минимум, в России, я считаю, что нужно пить всем, но после анализа, естественно, это витамин Д3. Ну, вот это то, что мне даже показали анализы, что мне Д3 не хватает, и я его реально... Нет, всем не хватает, удивительно, что тебе не хватает, потому что ты живешь в солнечной стране. Это витамин, который мы получаем в Солнце. Ну, вот это меня тоже удивило, когда я сдала анализ, но факт остается фактом. Да, но факт остается фактом, его не хватает всем. Стоит сдать анализ на витамин Д, нет, на Д3, есть общий Д, и заняться терапией витамином Д. Я вообще склонен больше, что это как минимум гормоноподобный витамин, если не гормон, потому что действие его на организм, оно очень похоже на действие гормона. И это то, что нужно. И мультивитамины, поливитамины всякие, вот этот, покупаешь одну банку американскую, Optimen какой-нибудь, или Optimo, Woman, и там смотришь сзади, и там какой-нибудь витамин тысяча процентов дневной нормы, полторы тысячи процентов дневной нормы, да, это витамины, которые, даже если они работают, с оговоркой, даже если они работают, они не все работают, это нормы спортивные. Человек, который тяжело тренируется, ему нужно больше витамина, и даже, это завышенные, даже для спасенных нормы. Теперь, почему они не работают? Потому что мультивитамин, он не обязан работать, потому что есть витамины, которые блокируют друг друга. Да, лучше сделать подборку тех витаминов, которые на самом деле нужны, и принимать только их. Не брать вот этот вот, вот я покажу тебе сейчас. Optimen, да, американские витамины, витамин А, 333% дневной нормы, витамин С, 333% нормы, витамин Е, 1067% дневной нормы, витамин В, В6, почти 3000% дневной нормы, да, то есть понимаешь, что происходит с организмом, когда он получает вот такое вот свою печень. Поэтому, и не все витамины нам нужны, то есть нужно сдать анализ, посмотреть, какие нужны. Я вот тоже сейчас, когда началась вот эта вот жесть с короной, и известно, что витамин С каким-то образом поддерживает нашу иммунную систему, только никто толком не может объяснить, кому это известно, и почему он это делает, и как это происходит, потому что иммунной системы мы много не знаем, но я херачил себе каждый день полторы тысячи миллиграмм витамина С. Я весь в прыщах сейчас. Конечно, у тебя аллергия началась. Да, прям жесткая. А не зашел витамина С. Да, жесткая аллергия причем. То есть я сейчас вообще чистую рецепторы, я принимаю сейчас только омегу, которую нужно принимать всегда, потому что я хочу высокий тестостерон, и витамин D3, который нужно принимать всегда, потому что это хорошо для выработки тестостерона, и омегу-3 я принимаю, не знаю, по привычке, потому что вот так нас учили, хотя… Нет, у нас есть два вопроса на самом деле. Люди вдруг проснулись внезапно. Подожди, давайте закончим сейчас с БАДами и со спортпитом. Да, то есть витамины надо принимать после анализа. Сдаем кровь на анализы, смотрим, чего не хватает, принимаем. Если занимаемся тяжелой физической деятельностью, спортзал, там есть немножко другие витамины. Опять же, после анализа. Это по витаминам БАДам. Спортпит. Люди думают, что без спортпита нельзя ходить в спортзал. То есть они видят, опять же, этих тренировок очков. Вау, он, наверное, самый лучший спортпит ест. Идут расспрашивать, какой спортпит ты ешь. Начинается белок изолят, гидролизолят, суперизолят. И какой спортбит? Спортпит, спортивное питание. А, вот это как раз и был вопрос про это. Спортивное питание и кашрут, как это сочетается? Да, да, да. Вот сейчас дойдем на это. Казин, протеин, гейнер, всякие вот страшные названия. И они, наверное, раскачаны на этом белке. Опять, ни хрена, ни на каком белке они не раскачаны. Они раскачаны на гормональной терапии. вся индустрия спортпита, она жутко, ну не жутко, она очень хорошо прорекламирована. Есть огромное количество всяких спортпитов. Например, вот сейчас покажу тебе. Я их всех храню специально, чтобы показывать людям свои ошибки. Я начал тренироваться. Полез, естественно, читать всякие статьи на спортвике про спортпит, потому что все в зале там спортпит, спортпит. Я тогда еще не знал, что есть гормональная терапия. И захожу в магазин «Файфлип», это московский магазин очень известный по спортпиту, и вбиваю себе спортпит для массы, для значения массы. Он выдает нам список спортпитов всяких, глютаминов. Один из них – глютамин. Это белок. Один из 20 аминокислот, которые есть у нас в организме. Да, у нас есть пул из 20 аминокислот. Часть из них заменимая, то есть это то, что организм умеет вырабатывать сам. Часть из них незаменимая, которую мы должны принимать извне с пищей или со спортпитом. Глютамин. Расписано, ты не представляешь. Самое лучшее – наращивание массы, стопроцентный результат, тра-та-та, па-па-па-па. Купил тебе глютамин, эта банка стоит, наверное, тысячи три, то есть не дешевая вещь. И попил я немножко, отставил, потом на травме был, не пил. Сейчас я учусь в Вейдере. На биохимии мы разбираем там очень серьезные эти кислоты, всякие аминокислоты. Глютамин – это самая распространенная аминокислота в организме. Основная аминокислота в организме, заменимая, которую организм вырабатывает постоянно. А нам ее впаривают в магазине за бешеные деньги. То есть у меня достаточно глютамина в организме, она не нужна. И это практически со всеми этими добавками. То есть белок нельзя набрать массу без протеина. Ешь яйца. Зачем тебе эта банка за бешеные деньги? С химией. Ешь яйца, ешь грудку. Гейнер. Чтобы набрать массу после тренировки нужно закрыть углеводное окно гейнером. Гейнер – это белок плюс моносахариды. То есть это тот же самый белок, который есть в яйцах, плюс быстрые углеводы в виде сахара, за которые ты переплачиваешь бешеные деньги. Гейнер стоит раза в два дороже, чем обычный протеин. Просто потому, что туда насыпали сахара. Зачем искать кошерный спортбит, если можно есть кошерную еду? То есть получается, что в принципе вообще эти вот добавки не нужны. Это для профессионалов. То есть единственное, что нужно, это витамин D и может быть омегу, и то омегу, наверное, не нужно, а ты сам ешь омегу, потому что просто я пью еще для поддержки сердца кальций и магний, потому что я сейчас тренируюсь, магний цинк. Магний цинк, идете в аптеку, покупаете за 200 рублей пачку магний и пачку цинка. То есть это дешевые минералы. Эти все спортпитовские витамины, они стоят бешеных денег, бешеных, невероятных. Это раскрученная индустрия, на которой зарабатывается такая куча денег. А почему люди думают, что это работает? Потому что они сидят в зале, там транслируется какое-то видео или они заходят в YouTube, смотрят, как выглядят качки. И там всегда в начале видео, вот зайдите в любое видео любого качка, он берет такую банку, Optimum Nutrition, самое лучшее, ложку, бах, выпивает, потом идет, он весь такой красивый, качается. И психологически это связывается на этом. Ничего в этих банках нет того, что нет в еде. То есть протеина в банке там 15 аминокислот, в яйцах 18. Я тоже не помню сейчас точные цифры. Да, но съешь, вместо одного скупа вот этого протеина, который стоит рублей 300, наверное, съешь 3 яйца. Это стоит в 3 раза дешевле. И вкуснее, и полезнее. На обед съешь 200 грамм грудки. Вкуснее, полезнее. Почки не страдают. На белке тоже можно посадить полочки. На протеинах. То есть, да, у меня все это есть, потому что я учусь, я исследую все, мне все интересно, я пробую на себе. Вот сегодня я, например, тренировался на такой штуке интересной, амилопектин. Амилопектин – это углевод очень странного строения по своей форме, то есть, более близкий к моносахаридам, который вырабатывается из определенных видов пшеницы и кукурузы. Ты, наверное, видела, когда марафонцы бегут, они берут такой, у них есть пакетик, похож на батончик, они его на ходу пьют, жуют такой. Видела когда-нибудь? У них там в этом пакетике кисель такой. Кисель из этого амилопектина. Это масса такая кислеобразная. Из этого амилопектина. Он дает моментальный всплеск энергии, то есть, он поглощается полным тяжелудком и сразу летит ВТФ. Сразу вырабатывается энергия. Я сегодня купил этот амилопектин, чтобы посмотреть, просто как это работает. То есть, я сегодня с утра не ел вообще. Часа в 4 я выпил этот, размешал себе этот амилопектин, выпил этот кисель, пошел тренироваться. Тренировка прошла хорошо, как будто я ел нормально. Но когда я вернулся домой, мне от зала ехать минут 20, я пришел абсолютно убитый. Я был уверен, что я скажу, что я не могу вести эфир. То есть, вот абсолютно гипогликемия. Я не мог ни о чем думать. Я забыл какие-то слова. То есть, я что-то хотел сказать Динни, я не помню, как называется. И сейчас, видишь, я еще немножко путаюсь в словах. То есть, мозг абсолютно отключился. То есть, опять же, это может быть хорошо, но это хорошо для экстремалов. Марафонцы, они сумасшедшие экстремалы. Вот эти люди, которые бегут 70 километров, непонятно для чего, они экстремалы. Вот, и они не могут по дороге бежать и есть. А мы нормальные люди, которые три раза в день занимаемся по часу в зале, что нам мешает нормально питаться? Дорого. И считается, что правильное питание дорогое. Вот эти банки, они намного дороже, чем правильное питание. То есть, ну, это лишнее. По поводу питания, там во второй вопросе, что делать, если ты поел и через час опять хочешь есть? И проверить рацион. Проверить рацион и проверить, как работает лептин. Вот у меня, например, в том же генетическом тесте, он показал, что у меня склонность к ожирению, потому что у меня лептин плохо работает. Ванзе чтоет, потому что ты никогда не был толстый. То есть склонность к ожирению есть у людей, которые толстые, как бы, ну, вот здесь, вот я, вот реально никогда не была худая вообще никогда. То есть, я как-то весила 59 килограмм, меня реально шатало. Ну, то есть, я прям вот светилась, у меня очень тяжелые кости. Я не могу весить, как по этим нормам, что типа, свои руки не должны весить на 59 килограмм. Я просто, гусеники Бухенвайда будут жиртресты со мной. Ну, объективно. Люди, которым все время хочется есть, во-первых, должны проверить, что они едят. Может, они едят очень много сладкого. И поэтому у них постоянный инсулин, вот эти всплески инсулина, и постоянно им хочется есть. И проверить гормональный, сделать гормональный анализ. Проверить свой рацион. Может, они на самом деле объективно плохо едят. Да, они не могут ждать от себя вот эти балерины, да, которые едят листик салата на завтраке и полстакана томатного сока на обед. Понятно, что они не скажут себе, нам все время хочется есть. Понятно, что тебе хочется есть. Сумасшедшие. Да, то есть проверьте свой рацион. Может, вы на самом деле мало едите, поэтому хочется есть. Или едите неправильно, питаетесь неправильно. Тут комментируют нас оказывается активно на Ютубе, я ничего не вижу, потому что у меня оно фонит. Короче, я тебе просто все подряд зачитаю комментарии, а тут же нам нужно будет ответить. Значит, есть генетические предрасположенности, я так понимаю, вот это была к еде, потом нужно что-то там проверять, потом пишут, что есть спортиндустрия, а есть поддержка в спорте с возрастом при аэробных нагрузках, то есть вот твои БАДы, это типа не спортиндустрия, а просто вот поддержка в возрасте. Кальций, магний, цинк, да, поддержка сердца. У меня еще два комментария. Так как во время аэробных нагрузок выматываются, выходят с потом витамины и соли в том числе. Да, да. А вот эти вот липопротеиды низкой, высокой плотности, атерогенные, всегда перед выходом занужно есть, особенно после 40 лет, потому что есть средства тромбоза и тромбоэмблемии, причем это два раза человека комментируют, но они явно говорят по-другому. Они лезут в зону, которая называется спорт для взрослых. Это другое совсем. Опять же, комметатором как раз в районе 50, в принципе. Да, это спорт для взрослых. Это другая зона, абсолютно другой, абсолютно другой подход и в питании, и в БАДах, и в тренировках. Это то, что я сказал, это очень индивидуально. Абсолютно другой подход. Вот я, например, сейчас тренируюсь по программе, я уже попал в этот сегмент спорт для взрослых, и у меня тренер, несмотря на то, что я сам, ну я еще не тренер, я учусь на тренере, я себе программу не пишу. У меня тренер, который специалист по спорту для взрослых, он мне написал тренировочную программу. То есть, это совсем другая зона. Диета для взрослых, спорт для взрослых, совсем по-другому. Там уже и медицинский контроль жестче, и анализы жестче, по-другому. И там, да, кстати, вот 45-50, там уже нужно делать гормональные анализы и думать о заместительной гормональной терапии, ничего там страшного нет. Да, человек в возрасте 50 лет, если он хочет качественную жизнь и дальше, и если у него молодая жена, и он не хочет толстеть, то нужно задуматься о гормональной терапии. В России есть почему-то вот этот вот страх перед гормонами. Гормоны только для качков, они потом импотенты, и у них потом низкие свои, свой тестостерон низкий. Парень, тебе 45 лет, у тебя уже низкий тестостерон, не смотри на них. Ты гормональной терапией свой тестостерон не убьешь, потому что он тебя убит. Давай подумаем о гормональной терапии. Ничего в этом страшного нет. Понятно, что она нет. А что такое гормональная терапия? Это что, нужна колосса все-таки, чем ты решила? Нет, есть всякие, есть всякие. Есть гелий, есть укол раз в полтора-два месяца. Есть люди, которым это не нужно, у которых свои гормоны высокие. У меня, слава богу, анализ прям как у 20-летних. А есть люди, ты видишь, им плохо в жизни, у них депрессия, они полнеют, у них нет цели в жизни, они даже ходят иногда в зал, все равно они обрастают живо, мышечную массу не набирают. Давай посмотрим твои гормоны. Ничего в этом страшного нет, это не стыдно. Давай посмотрим гормоны, давай подумаем, может, да, стоит сходить к эндокринологу, к урологу и поговорить о заместительной терапии, потому что, если у человека нет огонька в глазах, мы же сразу видим, человек на тестостероне, то есть человек нормальный, если нормальный тестостерон, человек низкий, это видно. А женщины видят это еще больше. Но вот если вот мы видим, ну, плохо человек, все время ему все плохо, у него депрессия, у него нет огня в глазах, у него нет целей, и ему 45 лет, к гадалке не ходи, у него заниженный, пониженный тестостерон. А если ему 35? То же самое, тестостерон может быть пониженным в 20 лет. Слушай, а сколько ли Дине? Дине еще 40 лет. А как она тоже умудрилась иметь ребенка, который не живет отдельно? Ну, вообще, когда я видела вашу фотографию вот со свадьбы, я реально была уверена, что женился на барышне, которая там лет 30, походу. Ну, вот так, чисто походу. Ну, ей так и было. Подожди, ей было тогда 30, ей сейчас будет 40 лет, ей было 36. 36. То есть там, ну, как бы реально, это уже, знаешь, как на свадьбе люди обычно накрашены, а когда люди сильно накрашены, они выглядят, ну, еще в старшей стимонии, знаешь? Ну, она не красится, она никогда не красится. Ну, на свадьбе все красятся, и она тоже там на этой фотографии накрашена. Так у женщины рассказывают, кто красился где-то, а кто нет, что-то. Ну, можно, я не разбираю. Ну, короче, не важно. Все в том, что когда ты сказал в прошлый раз, что у нее есть уже, то у нее есть трое детей, это уже, она же худая, трое детей худая. Обычно все говорят, я такая вот, типа, ла-ла-ла-ла, а у меня трое детей, что ты хочешь? Я тоже это не понимаю, знаешь, у меня женщина, приходит клиент на терапию. Ну, объективно толстая. Почему? Давай рассказывай. У меня трое детей. И что, ты их съела? Где связь вообще? Ну, да, она худая. Ну, и старшему 18 лет, вот, будет 18 с половиной, он же вот один. Нет, реально, я реально чуть не упала со стула. Ну, что? Трое детей? Ну, у меня старшая уже замужем, у меня уже внуков ждут. Нет, ну, ты меня все-таки старше, правда? То есть это как бы нормально. Да. А это прям было... Ветеринский с этим у меня полугодовалый ребенок. Спрашивают, кстати, или есть риски при гормональной терапии. Смотрите, я не врач, я не эндокринолог, я не гинеколог, не уролог, и поэтому отвечать на этот вопрос, я считаю, что это будет неморально, неэтично. Есть всякие встречи. Давайте поговорим о мифах. Да, я не буду говорить медицинские риски, я буду говорить о мифах. Есть мифы, что это убивает, есть мифы, что это сокращает количество жизни, лет жизни. Ребят, посмотрите на актеров Голливуда, которым по 80 лет. Они все на гормональной терапии, им 80 лет. Ди Каприо сколько? Де Ниро сколько им? Ди Каприо столько же, сколько и тебе. Не Ди Каприо, Де Ниро, Де Ниро, Де Ниро. Де Ниро сколько? ну сколько там много. Много. Альпачино. Альпачино. Я не верю, что на гормональную терапию. Фу, зачем ты не скидал? Все, перестань, все, все. Этот, Кирк Дуглас, или Майкл, сын Майкл Дуглас, ему под 100 лет. Ну посмотри на него, он выглядит лучше, чем я. Ну, выглядит еще тогда. Тот же Ди Каприо, моего возраста, но парень выглядит на 30. Это, знаешь, от фильма к фильму зависит. Они в последнее время, кстати, все что-то как-то не очень выглядят. Ну, мухать начали. Даже Брэд Питт сдал. Сдал прямо. Тоже моего возраста тоже выглядит прекрасно. Они все на гормональной терапии, никто этого не скрывает. Это не скрывается. То есть, если у них спросят в интервью, они скажут. Это не стыдно. В Америке это не стыдно. Нет гормонов фобии. То есть, любой человек в 45 лет должен проверить свой гормональный профиль. И решить. Посоветоваться с женой, естественно. Потому что не любая жена еще выдержит эту гормональную терапию. И решить. Это как-то влияет на жен? Естественно. Каким образом? Это тестостерон. Это основной мужской половой гормон. И что? Активность жизни растет. Качество жизни растет. Да? То есть, еще раз, когда приходит ко мне человек, у которого ожирение, я уже, я не думаю, тогда займемся только ожирением. Займемся, ну, как бы, я подхожу по этому как психолог, я не диетолог. Давай займемся вообще качеством жизни. Давай поднимем твое качество жизни. Построим как-то график, построим питание, проверим гормоны. Ну, это не дешевая вещь, кстати. Гормональная терапия постоянная, но если человек может себе позволить это и, ну, как любая медицина, любая медицина, как хорошая, это не дешевая вещь. Но если человек понимает, что качество жизни растет, вот те люди, которые боятся умереть от гормонов, вот пусть объяснят мне, зачем они хотят жить после 60 лет, 20 лет плохо, если у них есть возможность жить 15 лет прекрасно. вот 5 лет плохой жизни это то, что они ищут и нет доказательств, нет доказательств, что это каким-то образом сокращает количество жизни. Качество жизни поднимает, это мы видим. Количество жизни непонятно. Ну, всегда можно делать анализы. Есть анализы, которые показывают, тогда и можно соскочить с терапией. Это не приговор. Есть скачковая гормональная терапия, там уже жизнь. Там, они умирают от разрывов сердца, у них свой гормональный возраст. В Питере есть скачок очень известный, Миша, не помню, как его зовут, Миша. В Питере это вообще колыбель бодибилдинга российского, знаешь? Не, я слышал, этот мрачный город, в котором ходят сплощенные чахлыки и надбирующие, оказывается, колыбель бодибилдинга российского. Конец 19 века, потом при Советском Союзе новый всплеск, который закрыли. Да, бодибилдинг начался в 1800 в каком-то году. вот самое начало бодибилдинга, там было первые две секции. Потом в 70-е годы они открылись от вам, потом, когда все эти виды спорта непонятные, в СССР начали закрываться, открыли бодибилдинг, они ушли в подполье, но Питер это колыбель бодибилдинга. Там есть качок, очень известный, он выступал пару раз, показал хорошие результаты. я не думаю, что ему есть 35 сегодня. Он не скрывает это, у него блок свой достаточно хороший, и вот он записывает поход к врачу после гормональной терапии, у него свой достотерон 6. Человек мертвый. Я не говорю вот об этих нормах качковки, когда тебе закачивают 400 наномоль, я говорю, нормальный в качестве жизни, 20 наномоль, 40 наномоль. Ну, хороший анализ. Ничего там страшного нет, я не вижу ничего страшного нет. Ну, такое. Ну, точно так же, как и женщины боятся менопаузы. Любая женщина хочет отодвинуть менопаузу. Это тоже гормональный... Не знаю, я как раз, честно говоря, не хотела, потому что некоторые вот эти вот ежемесячные процессы, они меня раздражают, но мама мне сказала, Надя, ты что, дура, только благодаря этому у тебя нет морщин, говорит, молись, чтобы это длилось еще 20 лет. Я подумала, 20 лет, 20 лет. Ну, однозначно, и точно так же у мужчин. У мужчин это то же самое. Поэтому, ребят, не бойтесь, не умирают от этого, живут хорошо от этого. Ну, главное, я так понимаю, выбрать качественного специалиста, который точно не на совет лишнего, а будет как-то сидеть за всеми вещами в комплексе. И нет смысла... У меня, да, смотрите, можно выстроить это, можно выстроить это питанием и БАДами. Я поднял себе тест за два года только питанием, не то, что он у меня и тогда был очень хороший, для России вообще фантастический, питанием, витаминами, БАДами и спортом в два раза. Ты только что сказал, что БАДы есть нельзя, они все говно и нужно все отобрать из обычных индивидуально. Я говорю о смысленных затратах, то есть не вот этот вот оптимент, в котором тут 3000 дневной нормы. Есть БАДы. Магницинк. Магницинк, минералы. Магницинк – это не БАДы, это просто... Да, но их можно купить в магазине спортпита как БАД, а можно купить в аптеке. Это два минерала, которые способствуют поднятию достоинства. Я не считаю, что это БАД. Это как бы витамин, как витамин Д. Попросту так назвать. Витамин Д. Правильное питание, правильные жиры. Я поднял в два раза почти. Ну, и у меня сейчас просто вот как бы... Все отметили, что ты хорошо выглядишь. Это сейчас я заросший просто. Не успели тебя в прошлый раз спросить, на каком языке ты учился со своей хевруты, которая была рожьей и шивой. Это, конечно, не БАДы, как бы... На иврите, естественно. А потому, что обычно есть мысль, что вот в Слободке все должны на идище разговаривать. Когда я поступил в Слободку, там еще были уроки на идиш, но это был общего для всей Шивы. Тогда Шива говорил урок на идиш. Это продлилось год-полтора, потом прекратили с этим, потому что там есть очень... всякие ребята, которые не знают идиш. Но когда я с ним учился, мы учились на иврите. Он урок потом говорил на идиш. Вот, видишь, все время разбиваются какие-то стриотики с тобой. Что? У вас и плохо, идиш, а нет, в Слободке. Где же он тогда будет есть вообще нечастный язык? Даже там его все предали. Такая вот грустная история. Ладно, у тебя уже там через 15 минут будет очередной урок. Да. И что? Вопросы там? А? Я уже вопросы поздавала. Максимум, они будут писать это дальше под Ютубом, как бы я там буду на них отвечать. Ты будешь на них отвечать. Не знаю. Хорошо. Вот. и поэтому из-за usual. Спасибо за беседу. Да, я еще курю. Это еще один миф, который я разбил сейчас. А какой должен был быть миф? Почему ты не должен курить? Ну, как бы здоровое питание, диетология, спорт, все такое. Это здоровое питание, курение. Ну, хорошо. Ты же не ешь сигареты, ты же куришь. Да. как бы человек следит за собой, за спорт, здоровье. Да, я курю, ничего страшного. Все есть яд и все есть лекарства. Главное, вовремя это все выводить из организма. Да. Отлично. На это радость мы заканчиваем. Да, спасибо большое. Да, давай, пока. Все, пока, пока. Пока.